Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 16 августа вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары EURUSD. Активность покупателей по данной валютной паре остается достаточно слабой, но все еще есть риск развития более мощного коррекционного укрепления в краткосрочном периоде, в том числе и на фоне укрепления турецкой леры. В среду мы наблюдали консолидацию котировок пары в узком боковике, что не позволяет определить общее настроение рынка. Торговая активность заметно снизилась в среду после увеличения накануне. Ну и сегодня можем наблюдать повышенную волатильность торгов. Все еще риск укрепления котировок пары к уровню сопротивления 1.1425 остается высоким, вплоть до момента возврата котировок под уровень поддержки 1.1350. А сейчас придем к валютной паре фонд доллар. Публикация неожиданно очень хороших данных по розничным продажам в Британии, оказала поддержку котировкам пары, увеличивая вероятность дальнейшего их роста к уровню сопротивления в отметке 1.2780. Незначительное ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов снижается, но все еще есть риск появления сильных ценовых движений в краткосрочном периоде. Прорыв технического уровня сопротивления у отметки 1.2735 откроет путь к следующей цели у отметки 1.2780. А сейчас придем к валютной паре доллар США, канадский доллар. Обвал нефтяных котировок позволил покупателям вернуться к максимуму предыдущей торговой недели, но спрос на пару все еще остается очень слабым, указывая на неопределенность рынка. Несмотря на укрепление котировок пары, открытый интерес и объемы торгов остаются без существенных изменений, что указывает на неопределенность рынка. Волатильность торгов увеличилась, но сегодня можем наблюдать незначительное охлаждение рынка, при условии отсутствия дальнейшего снижения цен на нефть. Активные покупки под уровнем сопротивления 1.3165 остаются нецелесообразными, но риск дальнейшего укрепления пары остается высоким. А сейчас придем к событиям сегодняшнего дня. Появилась информация об очередном раунде переговоров между США и Китаем. В Китае отмечают, что текущие переговоры, запланированные на конец месяца, будут проходить в условиях торговой войны между двумя сверхдержавами. Из-за этого заявления следует понимать, что Китай не рассчитывает на достижение соглашений. Это, конечно же, негативно для обеих экономик и мировой экономики в целом. На этом у меня все. Благодарю за внимание и оставайтесь в фокусе с компанией Fibagroup. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова